Если кто был, кто помнит, мы немножечко разбирали римлянам послание в 7 главе, где апостол Павел описывает вот это положение вещей, когда плоть, в которой греховная натура человека, да, и мы как новое творение, и мы являемся пленниками этого тела, в котором мы живем. Вот это физическое тело, оно, это, ну, можно так сказать, может быть, поле битвы, где сталкиваются силы света и силы тьма, и эта борьба происходит в каждом из нас, и мы на самом деле, если мы так посмотрим, мы на самом деле являемся пленниками этого тела, мы не можем его оставить, оно диктует какие-то свои условия, и мы от этого никуда не убежим. Это естественные какие-то там, может быть, работа, зарабатывать, болезни какие-то или еще что-то. И, в общем-то, наша участь у всех примерно одинаковая. И хорошо, если мы об этом будем напоминать себе. Это будет нас настраивать на правильную волну, потому что, если мы только в этой жизни надеемся на Христа и не помышляем о том, что следует дальше, то, скорее всего, мы будем делать неправильные выборы. Это то, что делают люди этого мира. Они не думают о будущем, они не думают о том, что будет последствия ихних выборов, дел каких-то. И из-за этого мы видим, в каком плачевном состоянии люди в этом мире пребывают. И чтобы с нами такого не было, мы приходим на это место, мы читаем это слово, как Писание призывает нас и говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Павел римлянам пишет, что, чтобы не было у вас такого обычая, как у некоторых, не оставляйте собраний. Приходите, напоминайте друг другу. Он говорит, я никогда не перестану напоминать, хотя вы все это уже знаете. И все это нам приходится делать по той причине, что мы живем в теле, и это тело подвластно плотскому влиянию. То есть, греховная натура человека, она с тем, что мы стали верующими, она не убежала, она не спряталась. Она осталась с нами. И я буду читать некоторые места из Священного Писания, которые нам помогут немножечко порассуждать. Значит, римлянам 7 глава с 18 стишка. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Конечно же, для этого и пришел Иисус Христос, и для этого Христос и сделал именно то, что Он сделал, и так, как Он это сделал, это был единственный выход из этой ситуации. И какой же этот выход? В 6 главе римлянам, кстати, если мы читали послание римлянам внимательно, мы поймем, что это книга, которая необычная в Новом Завете. Павел, первую часть книги, он, первых 3 главы, он приложил очень много усилия, все свои знания, весь свой опыт для того, чтобы осудить грех воплоти, и чтобы всех людей подвести в одно состояние. Мы все согрешили и все лишены славы Божией. И потом он постепенно начинает показывать путь, выход из этой ситуации. Если мы сами себя не осудим, если мы не увидим необходимости изменений, мы никогда не изменим, не изменимся. Поэтому опасность как раз-таки многих верующих людей, это complacency, да, такое слово. То есть пребывать в таком нейтральном состоянии, оно вроде как и неплохо, и нехорошо, ну и пойдет как бы. Это то, что приводит к разрушению. Оно не позволяет происходить каким-то изменением, потому что нас удовлетворяет то состояние, в котором мы находимся. Может быть не удовлетворяет, но мы как-то с этим смирились, ну такой у меня характер, ну так, ну что ты сделаешь? Я пытался, не получилось. Руки опустились, и человек поплыл по течению. Это приведет только к полному погружению во тьму. Другого выхода в этой ситуации нет. И поэтому Павел и написал эту книгу, и он показал путь из этого выхода. Так вот, в 6 главе здесь написано так. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Ну если мы умерли? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек, распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Ну такой, можно сказать, простой выход из ситуации. Нам нужно умереть для греха. Нам нужно умереть для плоти. Он даже здесь утверждает, что это уже произошло. Все так просто, все понятно, все хорошо, слава Богу, идем дальше, да? Но как же это на практике употребить? И почему же получается, что в нашей жизни, может быть, по час, если вы честны к себе, вы замечаете такое положение, когда мы находимся, ну так сказать, под влиянием этого плотского человека, когда, как я только что читал, мы делаем то, что не хотим, а то, что хотим, мы не можем делать. И вот здесь он говорит, что я умер для греха. И дальше он прочитает, уже не я живу, он пишет Галатам, живет во мне Христос. И вроде как, ну все правильно, все хорошо, но если же мы умерли, вот если человек умер, да? И я даже прочитаю сейчас 11 листей, здесь написано так, он чуть ниже пишет, для того, чтобы еще, может быть, более запутать или прояснить эту ситуацию. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Но если человек умер, нужно ли ему почитать себя мертвым? Нужно ли мертвому человеку напоминать, ты мертвый, ты мертвый? Но ведь это же абсурд, он уже умер, он уже умер, ему не нужно об этом напоминать, не нужно ничего вообще делать, он просто уже никогда не оживет, он мертвый. Если мы умерли для греха, то этот грех не имеет уже над нами власти. Как раз таки, вот это положение греха, и почему Писание говорит, что поэтому грех стал крайне грешен, потому что он взял добрая заповедь Божию, и он принес через это зло. И вот это положение греха в отношении к нашему телу, к плоти, да, как раз таки и оно не такое простое. И вот это вот такое простое утверждение, и совет, который мы часто слышим и говорим друг другу, пребывай в нем, ходить по духу. И я дальше прочитаю тоже, пока мы на этой волне, я хочу прочитать, вроде бы как бы с одной стороны это показывает нам выход из ситуации, но как же все-таки практически достичь этого. Об этом я и хочу сегодня как бы поговорить. Восьмая глава, второй стих, тоже послание Римбеля. Потому что... Ну, давайте с первого стишка прочитаем. Итак, до этого он говорил, что бедный я человек, какая же сложная ситуация, как мне отсюда выбраться? Это полный тупик, да? И вот он теперь объясняет и говорит. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, живут не по плоти, но по духу. Друзья, если мы поймем вот это положение вещей, если мы поймем, как это применить в нашей жизни в постоянстве, не просто время от времени, а как это внедрить в нашу жизнь, чтобы это стало нашим естеством, нашим характером, нашим... то тогда у нас не будет вот этого такого большого struggle, да, с тем, что вот здесь Павел описывал, шестую, седьмую главу. И вот он дальше пишет. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, на самом деле, то, для чего как бы Бог и прислал, послал закон, хотя я в себе уверен, что Бог это все продумал. Это не то, что Бог попытался дать закон. Ну, давайте попробуем сейчас. Ну, как-то, ну, засолить, что ли, вот это вот, чтобы вот это разложение не было, не прогрессировало так. По сути, это то, для чего как бы закон... Одна из причин закона, это ограничить растление, чтобы какие-то рамки нас придерживали, чтобы человек как-то старался. Но на самом деле, но это только часть этого предназначения. Я не думаю, что Бог как бы попытался, упс, не получилось, а ну-ка сейчас переделаем, давай мы сейчас Христа... Это все было запланировано в самом начале, и предназначение закона, оно было однозначно, и когда Писание говорит, что ни одна йота из закона не пройдет из Писания, все исполнится. Это не значит, что теперь мы находимся под законом, и мы выполняем те заповеди, или тот закон, который Христос дал. У закона было определенное предназначение, и это предназначение выполнил Христос. Поэтому Писание говорит, что Христос есть конец закона, к праведности всякого верующего. И сам Христос говорил, что я не пришел нарушить закон, я не пришел его поменять, я пришел его исполнить, я пришел исполнить то, для чего закон был дан. И вот здесь он говорит так, как закон, прослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы подчас, может быть, как-то сами себя обманываем, когда мы начинаем на какой-то грех смотреть с малодушием, ну какой-то, ну небольшой, ну это же... И мы уменьшаем какое-то в своих глазах значение греха. И как я как-то несколько месяцев назад проповедовал о зле, и когда я проповедовал, мне просто как бы осенило. Я знаю, что эти мысли, это не от ума, я знаю, что это действительно, и потом, когда я рассуждал, я как бы более и больше соглашаюсь с тем, что самая сильная форма зла это не преступление, это не убийство, не еще что-то, это грех. Это грех. Грех является самой сильной формой зла. Это то, что нас разделяет с Господом. Это то, что нас уделяет от Господа. Это то, что приносит нам страдания. Это то, что приносит нас мучения. Это то, почему люди могут оказаться вне Бога. То Христос пришел, чтобы осудить Его, чтобы показать грех в том свете, каким Он является. Это страшное зло. И дальше, с третьего, здесь дальше мы будем читать в этой же восьмой главе римлянам, с пятого стишка. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Потому живущие по плоти Богу угодить не могут». И тут Павел дерзает за этих людей и говорит, «Но вы не по плоти живете, а по духу». Ну, какие-то были признаки, наверное, вера или еще как-то. Павел об этом говорил. Я хотел, чтобы мы проверили, как мы живем. Живем ли мы по плоти? Потому что, если в нас плотские помышления преобладают, можем ли мы ходить по духу? Можем ли мы сказать, что мы живем по духу? Я думаю, нет. Если на дереве растут плохие плоды, это плохое дерево. На данный момент у него, может быть, есть шанс при, может быть, каком-то содействии извне, это положение вещей может измениться. Но если в нашей жизни преобладают плотские помышления, то есть то, что не ведет к Богу, если все наши помышления, все наши стремления связаны в большей мере с этой жизнью, поудобнее, получше, повкуснее, или еще что-то, и мы только об этом думаем, помышляем, это не духовная жизнь. Это то, что приведет нас к смерти, рано или поздно. Если оно преобладает нами, и нету возможности Духу Святому влиять на нас, и мы не пребываем в том, что Божье, то оно так и будет, мы по плоти умрем, мы умрем, мы оказываемся в такой ситуации, которую Павел здесь и описывал. И вот здесь самый сложный вопрос, на который я, по сути, не смогу ответить. Я попытаюсь, может быть, немножечко прояснить его. Мы часто бываем, как-то объясняем, может быть, какое-то положение вещей, чисто, может быть, какими-то заученными словами, и сами того до конца не понимаем. К примеру, мы когда в Мексике были, там один брат просто пример такой приводил. Говорит, ну вот так вот рассуждали, что такое зло. И вот кто там что говорил, а потом он встал и говорит, ну зло это зло. И вроде как это должно мне объяснить, что такое зло. Но оно на самом деле это не объясняет. И мы бываем, начинаем объяснять, вот хождение по духу это, и мы начинаем говорить что-то такое, что на самом деле оно не дает нам четкого ясного ответа. Мы должны уметь, это то, для чего нас Господь призвал, мы должны уметь выразить или articulate, то есть озвучить то, во что мы верим. Когда наша вера подвергается какому-то нападению или сомнению, человек ставит под вопрос, а почему ты так веришь? Это не должно нас расстраивать, это не должно нас как бы, вот некоторые возмущаются, как ты посмел такое сказать? Это же нас вот так учили. Ну это хорошо, что так учили? Прекрасно. Но можешь ли ты обосновать свою веру? Можешь ли ты объяснить, почему ты так веришь? Почему ты это делаешь? Если ты не можешь этого объяснить, тогда это не твоя вера. Тогда ты просто чью-то пользуешь. Это не твои отношения с Богом. Это не твое знание о Боге, когда ты не можешь объяснить, почему ты думаешь о Боге вот так или иначе. Это чье-то знание, ты просто своровал, можно так сказать, или взял, но это не твое личное познание. Оно тебе не даст пользу. Оно тебя не спасет, оно не приведет тебя в познание, в полное познание истины. Для этого нужно уметь понимать и уметь объяснить, во что же мы верим. И вот то, о чем мы говорим, Христос немножечко лучше объясняет в Евангелии от Иоанна, в 15 главе. Опять-таки, это тоже только частично. С 5 по 8 стих. Я есим лоза, Христос говорит, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветвь и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то ничего не пожелаете, просите и будет вам. Вы знаете, вот причина, почему Петру пришлось отречься от Христа, и это тоже такой немножечко непонятный момент, как вроде бы Христос хотел, чтобы он отрекся. Он так и сказал, что ты отрекешься от меня. Я думаю, ему это нужно было сделать, потому что здесь написано так, мы читали только что, ибо без меня не можете делать ничего. А Петр мог. Петр мог. Он мог не отречься от Христа. Если все отрекутся, он не отрекется. А Петр камень. А у Петра ключи ада и смерти, и все. Христу надо было это поломать. Если в нашей жизни у нас есть еще способности какие-то, которые мы думаем, я способен, я смогу, это должно сломано быть. Потому что, если мы не пришли в глубокое осознавание того, что я ничего не могу без Него, не просто какие-то крылатые слова, и я говорю, и оно так красиво звучит, такое глубокое осознание и понимание того, что я не могу. Апостол Павел, он так говорил, что было дано жало в плоть, и он трижды молился. Он три раза молился. Сколько раз мы молимся за какие-то нужды, мы даже не считаем. Мы сказали, 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 время от времени. Кто-то чаще, может быть, кто-то режет, но мы напоминаем. Апостол Павел просто так молитвами не разбрасывался. Он знал, что он просил, когда он просил. Он три раза помолился и получил ответ, что нет, моя благодать будет совершаться в немощи. Я не хочу, чтобы ты был силен. Бог не хочет, чтобы мы были сильны по своей натуре. Богу нужно, чтобы мы были нищи духом. Когда мы будем нищи духом, тогда у нас будет необходимость такая, почему, почему нищи духом? Ему никогда недостаточно. Ты ему дай сейчас тысячу долларов, он завтра придет и будет стоять попрошайничать. Не потому, что он гридый, что он такой жадный. Нет, потому что он знает, что его нужда не исполнилась, его положение вещей не поменялось. Может быть, если бы ты дал ему сто тысяч долларов, то, может быть, он что-то там и сделал бы. Но небольшая сумма, она сильно не поменяет его вещей, его положение вещей. Поэтому нам нужно понимать это, что мы ничего не можем без него. Мы абсолютно ничего не способны. Если прибудете во мне и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец, что вы принесете много плода. Когда мы встаем в такое положение, когда мы понимаем вот это взаимоотношение между Богом и нами, тогда у нас обязательно будут плоды. И плоды Духа нам известны, и мы об этом читаем. И если мы не замечаем этого в нашей жизни, друзья, то это первый показатель. Мы должны быть очень критичны в этом отношении. Это первый показатель того, что что-то не в порядке. И Петр об этом писал. Если у вас, он говорит, покажите вере вашей. И он перечислил эти проявления, говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Успех гарантирован. А если нет, то значит, что-то нужно поменять. И вот об этом, и поэтому мы об этом и говорим сегодня. И вот, что же такое пребывать в нем? Ну, конечно, первый ответ, это значит читать Слово Божие. Правильно? Пребывать в Слове. Это очень правильный ответ. Но вы знаете, что можно читать Слово и не пребывать в нем. Можно много читать Слово и не пребывать в Боге. Можно его изучать, выслеживать. Я наскакивал на Ютьюбе на парочку, я сильно не искал их, но так столкнулся. Люди, которые как бы были и пастырями, и изучали Слово Божие. И он такой уверенный в своем понятии, но он пришел в разочарование. И он теперь поставил целью своей показать, что Слово Божие, оно не то, чем оно является. И он нашел какие-то противоречия. И вот он же все это читал. Он же пребывал, читал. Но он не познал Бога. Это не привело его в состояние хождения по духу или в состояние пребывания в Боге. Не привело. Он остался с нулем. Молитва. Но это же правильно. Молиться, как можно иметь отношение с Богом и не молиться? Какие семейные пары будут иметь нормальные отношения, если нет общения? И не просто так пойди, сделай, принеси, дай. А интимные отношения, близкие отношения, когда это не всегда словами, это просто радость от того, что этот человек рядом с тобою. Да? Приятно. Скажите, трудно человеку одному быть. Когда с тобой пришел, у тебя плохое настроение, тебе, может быть, попортили настроение или что-то болит, а этот человек тебя обнял, и он принес тебе тепло. Или как, я как-то слушал какой-то, по-моему, какой-то мирской человек сочинил стих, я не помню его, но он, такой там момент, вот ты стоишь в электричке, едешь, да, и вот там человек что-то сел, и как-то он себя ведет, как тебе не нравится. И ты сидишь, его осуждается, он там, может быть, шумит или еще что-то, да там, воняет, может быть, от него. Но потом этот человек встал и ушел с остановки, вышел. И ты сел на его место, но ты почувствовал его тепло. Вот от человека тепло осталось, а тебе, может быть, холодно было, а ты погрелся немножко. То есть, бывают даже такие моменты, что вот эти наши отношения с людьми, что, может быть, даже какой-то, и, может быть, негатив, вот почему, и Писание говорит, не оставляйте общений, да, не оставляйте. Может быть, с этим, и вот часто люди пользуются, некоторые церкви, это как, ну, какой-то такой сильный аргумент. Мы не будем делать разбор слова, потому что там начинаются споры. Ну, то так понимать, то так, и это неблагоговейно, это не, это, у нас этого не должно быть. И все. И нету разборов. И люди считают, что это плохо, но на самом деле написано, что должны быть разномыслия между вами, чтобы выявилась истина. И когда мы боимся вот этих вещей, ну, тогда и нету пользы, которая могла быть от этого. Это же прекрасно, когда у нас есть те люди, которые нас любят, когда, может быть, нам тяжело, а этот человек поддержал. Вместо того, что, может быть, как у нас в русском языке есть такое выражение, из мухи слона надувают. Произошла какая-то проблема, раздули, и тебе и так неприятно, а тут тебе еще, еще дальше тебя загнали в угол, и из-за этого получается, потом, может быть, какие-то неблагополучные семьи, потому что люди не понимают элементарных вещей, на чем строятся отношения. Наши отношения с Богом, я думаю, что, во-первых, это все, что мы видим на этой земле, оно все указывает на Бога. И семейное положение, Павел говорит, что тайна – это велика. Я говорю по отношению Христа и Церкви. Вот это положение между мужчиной и женщиной, это было придумано и именно в такой форме сделано для того, чтобы это все указывало на Бога, на наши отношения с Богом. И почему Бог и говорит, что мы, Церковь, мы являемся невестой Иисуса Христа. Конечно, все эти сравнения, они только отчасти. И вот это вот сравнение, о котором Иисус говорил о лозе и о ветви, это тоже отчасти. Ну, как может лоза хотеть или не хотеть пребывать на лозе? Ну, какое она может решение принять? Вот лоза сегодня решила ветвь, но я не буду на лозе. Она раз и упала, да? Ну, нет. А почему же тогда Писание нам говорит, а вы почитайте себя мертвыми, а вам нужно пребывать? То есть, оно только отчасти объясняет, и что как раз-таки и делает этот вопрос сложным. И может быть, у этого вопроса нету какого-то четкого, ясного ответа, но есть определенные, как бы, советы, которые оставляют нам Слово Божие, что если мы будем этого придерживаться, то у нас обязательно будет успех. Хождение за Богом и вот этот процесс наш, изменение в новое творение, это не из сферы магии, что ты сегодня был плохим, а завтра раз, и ты все, и ты уже долготерпеливый, и ты многомилостивый. Это процесс, который производит Дух Святой в нас посредством этих обстоятельств, в которых мы находимся. Бог тебя поселяет в эти обстоятельства для того, чтобы ты научился пребывать в Нем, для того, чтобы эти обстоятельства тебя не сломали, но изменили тебя в это новое творение, то, о чем мы говорим. Это все к этому же. Ну и, конечно же, и дела тоже, можно сказать, плоды, проявления, можно сказать, что это тоже как бы свидетельство того, что мы пребываем в Нем, да, но не всегда. И Писание говорит, что придут ко Мне и скажут, не твоим ли именем мы это делали, то, другое, третье, четвертое, и вот это делал, и то делал, и бесов изгоняли. Отойдите от Меня, я вас никогда не знал. Они на самом деле не пребывали в Нем. И такое положение вещей возможно. Поэтому нам нужно понимать, что вопрос даже не в каких-то вот поверхностных показателях, хотя они необходимы. И обязательно, если мы будем пребывать в Боге, на нас обязательно будут расти плоды. Но я опять-таки хочу этот пример привести про елочку. Елочка, которые висят на ней, эти игрушки, это не является плодами. Это то, что было повешено снаружи. Это не те плоды, которые она вырастила. Мы не елочки. Христос сравнивал нас с лозою. Мы те, которые приносим плод, то есть виноград какой-то, который естественным образом вырос на этой ветви. И последнее место, которое я буду читать, будет из Евангелия от Луки 2,49. Мы знаем этот пример, когда Иисус, будучи отроком, с родителями пошел в Иерусалим. Там они пробыли и пошли обратно. И вот они только через день обнаружили, что его не было с ними. Ну, уже все-таки 12 лет, подросток, за ним такого уже контроля нету. Славик где-то там, до 12 надо еще подождать. До 12 еще есть контроль, да? Ну, и после какой-то будет. Ну, так получилось, что они это, они оставили его и потом пришли и искали. И вот мысль, которую сказал Иисус, я надеюсь, что она нам поможет как раз-таки к практическому применению того, о чем мы сейчас говорили. Это хождение в духе и пребывание во Христе Иисусе, да? Пребывание в этом учении. 2 глава, 49 стих. Они у него спросили, что ж ты с нами сделал? Как ты мог так поступить? Это было жестоко, по идее, со стороны Иисуса. Ну, хотя бы сказал бы, ну, хотя они, наверное, не разрешили бы остаться. Он сказал им, зачем было вам искать меня? То есть, вы уже знали, пророчества были, вы знали, для чего я пришел. Мне уже 12 лет. Что мне должно, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Но они не поняли Его слов. Хотелось бы, чтобы мы поняли эти слова, друзья. Это тот совет, который оставляет нам Священное Писание. И это, я сказал бы, ключевой совет в том, если мы хотим практически применить то, о чем мы сегодня говорили, пребывать в том, что Божье. Если мы это поймем, если мы будем этого придерживаться, если то, чем ты занимаешься, оно не Божье, в этом Бога, если нету, то тебе нужно от этого избавиться. Тебе нужно перестать это делать. Хотя, конечно, я говорю, что может, оно все не так просто, как раз таки и определить, где это, оно допустимо, где недопустимо. И я бы не хотел, чтобы мы, может быть, брали на себя бремена неудобоносимые, потому что у нас, по идее, есть определенное ограниченное количество энергии, которую мы имеем. И поэтому очень важно иметь правильные приоритеты. если мы имеем неправильные приоритеты, то, скорее всего, дела, которые второстепенные, трехстепенные для нас, они останутся неосвещенными. Мы не будем их приводить в действие, до нас никогда не будет хватать времени до этого. Хорошо, если это какие-то дела, которые действительно, на самом деле второстепенные, и мы о самом главном заботимся и переживаем. Я вот сколько в Денвер приезжаю, там я прожил сколько, там я одного человека знаю, который, он просто уверен в себе, что Америка и есть обитованная земля. Он, изучая Слово Божье, он пришел к такому выводу, что Америка является обитованной землей. Оно мешает ему для спасения? Наверное, нет. Потому что он тоже говорит о том, что нужно жить в Боге, чтобы уже не мы жили, чтобы мы жили по принципам Царства Божьего, учения Иисуса Христа. То есть, это как бы такой второстепенный вопрос, но он для него очень большой важности, всегда он об нем говорит. Если он на это уделять будет больше внимания, хотя это может быть и связано как-то, может быть, с Богом, но это второстепенный вопрос. Если мы будем иметь неправильные приоритеты в нашей жизни, то тогда мы можем потерпеть урон. потому что я все-таки думаю, что у нас и внимание даже, вот смотрите, два часа каких-то мы здесь и сидим, но нас выматывает и под конец, а может быть и в начале мы начинаем уже немножко засыпать, потому что может быть поздно легли, может быть энергии уже мало, может быть просто сейчас со сцены говорят о чем-то неинтересном и нас как-то не очень это интересует в этот момент. По разной причине, просто даже сам факт, что мы в теле, а тело, оно может быть устало, оно может быть болит или еще что-то. Я хотел бы, чтобы мы, надеюсь, что то, о чем я напомнил из Слова Божьего, что оно нам поможет понимать, больше понимать и применять это в жизни, чтобы мы пребывали в том, что Божье, чтобы мы поставили это для себя целью ходить в духе, не плотские вожделения, желания исполнять, а прежде всего искать того, чтобы угодить Господу. Я не подготовил это местописание, но Павел пишет Коринфянам, может быть, на гугле найдете сейчас, чтобы женатые были, как не женатые, замужние, как не замужние, пользующиеся миром, как не пользующиеся, потому что проходит мир, образ его. То есть, смысл в том, чтобы мы понимали главное предназначение, главное предназначение, чтобы главная цель наша это прославить Господа. Прославить Господа тем, что мы принесем Ему плод, когда наша жизнь, она даст результат, именно тот, на который Бог и рассчитывает. Если мы этого не достигнем в нашей жизни, то все остальное, оно просто бесполезно. Я хотел бы, чтобы мы сейчас об этом помолились, и чтобы, может быть, вот это слово, которое я читал, оно нас как раз таки даст нам какой-то, может быть, толчок для того, чтобы мы больше были успешны в достижении этой цели. Ходить в нем, пребывать в нем, ходить в духе, противостоять желаниям плоти. Давайте мы будем об этом молиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok